Давайте посмотрим на этот препарат, очень информативный, удобный, полезный. И мы будем им пользоваться несколько раз. Сейчас, потом, через полгода, при изучении кровоснабжения головного мозга. Немножко наклоняем. И давайте основные вещи попытаемся познать. Это остистые отростки позвонков. Специально их в разный цвет покрасили. В голубой цвет покрасили заднюю дугу атланта. Это второй позвонок, аксис зеленого цвета. И это седьмой шейный позвонок, вертебопроминез. Тогда остальные легко посчитать, да? Это нам просто удобно и полезно. Мы сейчас хотим свое внимание сфокусировать вот на этом месте. Давайте наклоним чуть больше. И, может быть, сюда. Теперь сделаем большее увеличение. Вентральная поверхность чрезвычайно интересная, но мы ее оставим на потом. Нас сейчас интересует дарзальная поверхность. Надеюсь, здесь видно, что вот это место, оно представляет собой такой разрез. Чисто теоретически с этого штифта можно вытащить часть ствола мозга. То есть она вот так надета. Но этого не делайте, пожалуйста, второй раз, он уже не будет держаться. И мы здесь видим, что вот эта щель соответствует области границы между продолговатым мозгом и спинным мозгом. И вот я хотел, чтобы мы здесь заметили с вами ромбовидную ямку. Вот ее очертания идеально видны. Ромбовидная ямка таким образом представляет собой два треугольника. Один из которых обращен вверх, а другой обращен вниз. Вот тот, который обращен вниз, он принадлежит к продолговатому мозгу. Тот, который обращен вверх, принадлежит мосту. И вот здесь видно, что вот это средние ножки мозжечка. Те, которые мы рассматривали несколько минут тому назад на другом препарате. Мы говорили, что вот на этом препарате средняя ножка мозжечка, вот на нее вставлен штифт. Чуть-чуть развернем, просто чтобы это было виднее. Вот так. И с этой стороны это средняя ножка мозжечка, вот она. А с противоположной стороны, вот она. И теперь мы понимаем, что к средней ножке подходят еще две других, которые нам потом будет целая проблема искать на следующем занятии. А вот мы их сейчас покажем. Вот это верхняя ножка мозжечка. А это нижняя ножка мозжечка. И мы можем сказать, что ромбовидная ямка, она ограничена ножками мозжечка. Вот эта верхняя, а эта нижняя, они этот ромб окаймляют. То есть вот это место, это хорошо заметно на данном препарате изображение нижней ножки мозжечка. Видите, она идет куда? В направлении к средней. Это ведь средняя ножка мозжечка. То есть хочу еще раз, чтобы мы представили себе, что сюда тоже можно мозжечок, его полушария надеть. И это было бы приблизительно вот таким образом. Они не совсем подходят друг к другу по размерам, но по крайней мере это принцип, что вот этот участок, он отрезан вот отсюда. И тогда вместе с этой крупной, хорошо заметной средней ножкой мозжечка, мы теоретически можем рассмотреть две другие ножки. Одна из которых, вот эта, нас интересует в связи с тем, что она относится к продолговатому мозгу. Сегодняшняя тема средняя ножка мозжечка здесь нами упоминается тем, что она, расходясь в латеральные стороны, в направлении к средней ножке, формирует вот этот треугольник надорзальной поверхности продолговатого мозга, где лежат ядра черепно-мозговых нервов. Вот здесь именно, вот собственно, эта ромбовидная ямка выстлана тонким слоем серого вещества, где располагаются ядра черепных нервов. Во всей ромбовидной ямке с пятого по двенадцатый, а конкретно если мы разделим это вот такой условной линией, то выше этой линии с пятого по восьмую пару, а ниже линии с девятой по двенадцатую. Всего в ромбовидной ямке залегают ядра восьми черепно-мозговых нервов из двенадцати. Это удобно для ориентации. Спасибо.